Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет такой влог, не знаю, немножко обо всём. Сейчас хочу показать свой заказ с iHerb. Я, кстати, очень удивлена в этот раз, потому что думала, что на праздниках ничего не получу. Но как-то даже быстренько... Знаете, вот где-то перед Новым годом зависло где-то у меня на сортировке в Москве. И потом как-то вот быстренько уже до меня дошло. Вот, так что давайте сейчас покажу вам свой заказ. Так, вот такая вот у меня получилась небольшая посылочка. Ну, как сказать, небольшая, да? Нормальная посылочка. Я считаю, заказала всё то, что хотела. Я уже тут кое-что открыла, чтобы вам не шуршать. Тут вот такая бумажка лежала. И всё то, что стеклянное. Вот, например, я заказала снова вот эти вот специи Simply Organic. Вот эту паприку я взяла, потому что у меня паприка закончилась. И я взяла обычную, не копчёную паприку. Но, не знаю почему, по-моему, копчёной не было в наличии, девочки. Поэтому взяла вот такую. Нравятся мне специи от Simply Organic. Вот эта была завёрнута в такую ещё пупорчатую бумажку. Очень вкусно пахнет. Вообще специи вот эти, конечно, потрясающие. Поэтому я пополнила свою коллекцию специй. Ещё сразу вам хочу показать вот эти специи. Я в прошлый раз брала одну штучку. Это новинка, я так понимаю, на iHerb. Одну штучку брала. Что-то у меня там для барбекю такое было. В общем, вот этой марки, девочки, очень классные специи. Вот в этот раз я заказала вот такие итальянские. Я так понимаю, что это итальянские травы. Боже, у них потрясающий аромат. Я ещё не готовила с ними. Но вот в предыдущем заказе, то, что у меня было этой марки, специи такие красноватые. Они для мяса, по-моему, были. Такая универсальная тоже смесь приправ. Мне безумно понравилось. Здесь очень вкусно. Особенности очень вкусно, когда вот у меня муж коптит мясо. Он добавляет специи. Вообще нереально вкусно получается. Поэтому советую. Здесь баночка как бы побольше, чем у Simply Organic. И специи тоже классные. Они стоят подешевле. Но тоже стали пропадать в наличии вина. Не одна я распробовала. Так что вот эти вот, девочки, если сделаете заказ сахёрп, обязательно тоже попробуйте вот эти специи. Они действительно классные. Дальше я взяла... Там были пробные товары. Вот такую маску. Это пробные товары. Что-то она там стоила совсем копейки какие-то. В общем, решила вот такую масочку, тряпочку попробовать. Не знаю. Наверное, повелась как-то на упаковку. Не знаю, такую никогда не пробовала. Потом попробую, расскажу вам. И взяла я ещё, девочки, аж целых три маски от марки Freeman. Помните, раньше в Леттуале они продавались. Потом почему-то пропали. Непонятно почему. Я не знаю. Очень жалко. Потому что они мне нравятся. Единственное, что я не очень люблю маски-плёнки. Вот как бы их не очень. То есть с огурцом я то еле-еле-еле допользовала. Но вот эти маски действительно классные. Большой объём, бюджетно и при этом очень хорошо действует. В общем, взяла вот такую антистресс какую-то, 10-минутную маску. Вот. Потом гель-крем маска. В общем, вот такую тоже. Потом попробую. Может быть, вместе с вами в каком-нибудь влоге. И расскажу, как мне понравились или нет. И вот с розовой глиной, я так поняла, да? Вот такую масочку. В общем, вот такие маски. Кстати, вот эти две маски я не пробовала. Вот эту я ещё помню продавалась. И она у меня была. В Леттуале вот такая продавалась. Да. Вот такая точно продавалась. Вот такие я не помню, что бы у меня были. Мне кажется, у меня таких вот таких двух масок у меня не было точно. Видите, это Индия, это Франция. Не знаю, может, это вообще какие-то лимитки. Честно говоря, не знаю. Но от марки Фримен. Очень люблю масочки. И ещё, девочки, я заказала. Была огромная скидка. Всего 1100 рублей мне обошлись. Вот такие тени для бровей от Анастасии Бевралихиллс. Я никогда их не пробовала. И я всегда думала, заказать или нет. Но везде они стоили больше 2000. Мне всё как-то жаба меня душила-душила. А тут смотрю, такая реально там скидка 50% что ли была. Или что-то в этом духе. 1100 мне обошлись. Есть вот эти тенюшечки. Этот цвет считается чёрный. Браун. В общем, вот такой вот цвет. Тоже попробую. Девочки, обязательно расскажу. Не знаю. По-моему, это чёрный там был написан на сайте. Честно говоря, я уже не помню. Вот. Вот смотрите, какая прелесть. Я думаю, что они мне подойдут. Они такого холодного немножко оттенка. Вот этот вот тёмный цвет. Вот этот посветлее. То есть, в тёмном, там суть такая, да, что в тёмном вы обрисовываете бровь, а в более светлом заполняете. Ну, в общем, попробую, тоже расскажу. Ну, наверное, все пробовали, кроме меня. Вот эти тени от Анастасии Беверли-Хиллз. Хотела ещё кисточку от этой марки взять, но на iHerb кистей не было. Я уже не стала больше нигде искать. И заказала кисть от марки Sigma. Там есть тоже кисточки от этой марки. У меня есть одна кисть для контуринга от марки Sigma. Причём этой кисти, наверное, уже лет 5. И с ней вообще ничего не стало. Поэтому я решила вот такую взять для бровей. У меня есть кисточка от Faberlic для бровей. Я её сейчас пользуюсь. Но она от стирок, от использования стала такая очень пушистая. Стала очень неаккуратно рисовать. Ну, или я неаккуратно стала рисовать. Не знаю. Но я решила, что дело не во мне, а дело в кисточке. Еле распаковала. Но кисточка должна быть, конечно, вообще крутая. Смотрите, какая она маленькая. И какая она тоненькая. Видите, вот такая скошенная. Ну, кисточки Sigma. Sigma одно время была на YouTube. Бум, все про них говорили, да. Вот у меня номер E75, да, для бровей. Вот. И потом они как-то пропали. Я помню эти кисточки. Но мне нравится. Вот у меня всего одна от Sigma. И теперь у меня будет вторая. Вообще кистей от марки Sigma на Herb достаточно мало. Вот. Ну, я имею в виду маленькое разнообразие. Но, в общем, вот такую кисточку решила себе заказать. Потому что у меня для бровей кистей больше вообще нет. Только вот сейчас вот это Фаберлик, которая распушилась. Ну, хотя тоже Фаберлик, знаете, почти год мне прослужила. Вот. Я считаю, что очень даже неплохо. Так что, девочки, вот такой вот у меня получился классный заказ. Сайхерп. Очень советую вот эти масочки. Кто не пробовал, девочки, обязательно попробуйте. Надолго хватает. Бадья, видите, какая огромная. Сколько здесь миллилитров? Хотела посмотреть. 175 миллилитров. Я их обычно использую на лицо и на шее. Могу зайти на зону декольте. Еще такая там есть увлажняющая в голубенькой упаковке. Тоже советую девочкам с сухой кожей вот эту увлажняющую масочку. Просто она потрясающая. И вот эти вот специи советую попробовать. Они стоят дешевле, чем Симпли Органик. Их больше, но их разбирают сейчас. И разнообразие у них не так много, как у Симпли Органик. Поэтому я думаю, что у меня теперь будут и вот такие специи, и такие. Ну, в общем, специи хорошие. Девочки, очень советую. Мне многие писали, что там привозили откуда-то из Турции специи. Но сейчас я, как и многие, наверное, никуда не езжу. Поэтому вот Ахерб, что называется, в помощь. Посылка у меня попала на январские праздники, как вы понимаете. Поэтому она шла до меня, да, где-то недели три. Вот. Но ради таких, такого, тем более вот эти тенюшечки с такой большой скидкой, я, конечно, готова и ждать. Вот сейчас буду делать какой-нибудь новый заказик. Я, в принципе, так. Один приходит, делаю другой заказ. Ну, примерно раз в месяц у меня получается заказываю Сахерб. Ссылочки все оставлю внизу на футбоксе. Так что, кому интересно, приходите, смотрите. А я сейчас буду делать творожные калачи. И хочу вам, ну, скажем так, с вами поделиться. Мне писала одна девушка однажды в комментариях под видео «Закупка продуктов с ленты», что творог можно замораживать в морозилке. И, скажем так, такое НЗ, чтобы быстренько достать и что-то приготовить. Я не знаю, как насчет развесного творога, но она мне писала по поводу творога в пачках. И вот я по ее рекомендации заморозила творог. Покупала как-то вот в ленте. И у меня как-то никуда он не использовался. Вот. И хочу показать вам, как он выглядит замороженный. Вот это еще не разморозился творог. То есть вот он, когда замораживается, он выглядит вот таким вот образом. И когда я первый раз на самом деле достала, я думала, что он испортился. Потому что, видите, творог стал таким желтым. Но я была не права. Размораживаю я его при комнатной температуре или даже в микроволновке на режиме разморозка. Буквально нужно совсем немножко, чтобы он разморозился. И творог становится действительно таким, как будто вы его только что купили. Конечно, возможно, такой вариант не подойдет для запеканок творожных, где именно важен вот такой свежий, прямо свежайший творог. Но для какой-то выпечки, например, творожных калачей, будет отлично. Вот так вот он выглядит, когда он полностью разморозился. То есть, как вы видите, творог становится вот совершенно обычным. Я, кстати, в творожные калачи стала в последнее время добавлять ванилин. И они получаются вкуснее. Жарю я их на сковородке. То есть, посмотрите, абсолютно нормальный творог, как будто вы его только что купили. И вот для выпечки, для какого-то творожного печенья, каких-то вот таких вот, да, там, где нужно пропечь. Возможно, для творожного крема какой-то лучше свежий все-таки творог взять. Но такой вариант мне на самом деле очень понравился. И спасибо огромное той девушке, которая мне об этом написала, потому что такое энзэ. Я вообще люблю подобные вещи держать у себя в холодильнике, в морозилке, чтобы, когда, допустим, приехали какие-то гости, быстренько достал, что-то сделал. И вообще отлично. Вот такие калачики у меня получились. Я уже показывала, как я их готовлю на своем канале. Я вам оставлю на всякий случай, кому интересно, ссылку на это видео внизу в инфобоксе. Так что посмотрите, там полный рецепт. Вот, мы сейчас попьем чай и решили съездить в кино на фильм «Последний богатырь. Корень зла». Поехали мы с моими мальчиками, с сыночками тоже, забегая вперед, скажу, что нам этот фильм очень-очень понравился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хочу вам, девочки, показать свою работу. Вот, у меня просили показать мои варежки беленькие, которые я связала. Вот они обычные, такие самые простые, но они немножечко получаются у меня такие пушистенькие. Вот, так что вот такие вот, такие вот они у меня получаются. Вот, ну, делала специально под свою ручку, вот, чтобы было удобненько. Ну, я их только связала, еще не носила, не стирала, ничего с ними не делала. В общем, мне нравится. Вот, потом еще каким-то свяжу, уже хочу с каким-то рисуночком, наверное, себе сделаю. Вот, тут еще надо мне вот эту штучку подправить туда, в общем. Вот, и я начала себе вязать вот такую, хочу связать себе кофточку. Вот с таким рисунком тоже насмотрелась в интернете. И, в общем, это рисунок как-то двойной рис или как-то так называется, да. В общем, вот такой вот он получается у меня. В общем, начала вязать такая шерсть. Очень симпатичный цвет, мне очень нравится, да. Здесь вот у меня нитка такая тоже тоненькая, спицы 3,5. И вначале хотела в две нитки такой толстый свитер сделать, но потом пробовала, делала вот эти вот образцы. И мне очень понравилось, как выглядит вот эта вот вязка. Очень она прикольная. Она вот такая двухсторонняя. Я так понимаю, что вот эту вязку, кстати, часто используют на не шарфы, а снуды типа. Но вот я хочу сделать такой свитерочек. В общем, потом покажу вам, девочки, что у меня получилось. Вот, ну не получится, распущу заново чем-то свяжу. У меня такое тоже может быть. Так что вот такими вот вещами я занимаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...